У животных есть много чувств, которые мы привыкли предписывать людям. У животных есть альтруизм, и у животных есть в том числе чувство справедливости. По крайней мере, это хорошо изучено на обезьянах, в том числе на довольно неразвитых нишах обезьянах, на капуцинах. Есть очень известные эксперименты Ханса де Валя, в которых у вас сидят два капуцина в клетках и выполняют одно и то же задание. Отдают экспериментатору камушек, получают за это награду. И вот если обоим капуцинам давать огурец, то капуцины счастливы и с удовольствием камушек этот отдают. А если вы одному капуцину даете огурец, а другому капуцину на глазах у него даете виноград, то тот капуцин, который получает менее справедливую награду, начинает беситься, возмущаться, трясти решетку клетки, кидаться огурцами в экспериментатора и проявляет огромное недовольство, потому что несправедливо. И вот Франц де Валя, известный голландский приматолог, голландско-американский, называет это справедливостью первого порядка, способность измутиться, когда с вами поступают несправедливо. А есть еще, он говорит, справедливость второго порядка, это способность измутиться, когда вам достается награда, а второму партнеру вашему награды не достается от того, что несправедливо поступают с ним. И вот у купацинов такого нет, но зато у более развитых обезьян у шимпанзе такое есть. Шимпанзе может отказаться, например, получать виноград в награду, если рядом по соседству другой шимпанзе дает морковку. Мы точно не знаем, это потому что она хорошая, или потому что она опасается, что вторая шимпанзе и потом надает по ушам. Но, тем не менее, вот такое явление мы наблюдаем, и это похоже на чувство справедливости у людей. Хотя люди не всегда возмущаются, если кому-то дают морковку, а им дают виноград. Субтитры подогнал «Симон»